Ты как додумался, Павел Владимирович, до этих фокусов? Вроде бы все очевидно. А что раньше никто на это не обращал внимания? Ну, сейчас. Так, я могу... Нет, я ладно, остановлю взаимопользуюсь. Нет, додумался очень просто, это совершенно естественная вещь, так как на мне висела обязанность в нескольких школьных пособиях и учебниках написать что-то по вероятности, и так как в ГОСе и федеральной программе появились эти слова про независимость событий и про условную вероятность, и я стал это делать, то возникает очень простой вопрос. Вот ты берешь... Ну, правда, это получается, что я кусок того, что я хотел рассказать. Нет. Но ты берешь конкретную ситуацию. Вот тебе надо составить примерчик на независимые события. Ты берешь какой-нибудь пример, там, 15 каких-нибудь исходов, да? Тебе нужно выбрать парочку независимых. Ты тыкаешь два. Нет, эти зависимые. Тыкаешь эти два. И эти зависимые. Опять зависимые. Да, причем таких естественных зависимых. Понятно, что можно искусно подобрать, сказать, что вот там А, Б, С и Я, и там еще там Х, И, И. Такое непонятно. Еще. Вот они будут зависимые. Но это так, кстати, с пальца высосано. А если так тыкаешь пальцем, то, скорее всего, получается зависимые. Ну, то есть, при определенной мере почти все зависимо, получается, да? Ну, тоже в качестве анонса, так как, наверное, еще не собрался, что я могу сказать? Что, во-первых, вопрос открыт. И статья называется как открытая статья. То есть, там открытый действительно не вопрос. Но в некоторых случаях, в которых посчитана, вероятность очень небольшая. То есть, это около 10%, а там уже на массиве из 50 с чем-то элементов, это уже процентов. Ну, так я и говорю, что исчезающее мало становится. Да, 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 да. То есть, это такая, в общем, вещь какая-то не уникальная, не уникальная в смысле положительного смысла слова уникальная, а такая вырожденная, я бы сказал. Вырожденная ситуация. Вырожденная. В отличие от независимости испытаний. Это совсем другое получается. Совсем другое, да. Но будем так говорить, апологеты, бабки-ежки, они путают. Они используют терминологию совершенно безобразную, и поэтому, ну, поэтому слов нет. Одни междометия. Ну, в общем, я в последнее время особо за этим не смотрю, но даже вот в таких, как это называется, проверенных источниках, типа вот Ларина этот сайт, ну, Ларина или... Ты Гущин. Митерский там, это я решу, ЕГЭ, я забыл, как... Гущин, Гущин, Дима. Гущин, Гущин, Дима. Дмитрий Гущин, да. Смотришь решение, да, там путаница между условиями и испытаниями. Вот более того, я уж, так сказать, покаюсь, я хочу сказать, что я далеко не сам сразу это почувствовал. Ну, в общем, это... То есть... Ну, при этом, может быть, очевидно. Вот конечное множество этих самых исходов перераспределения вероятности приведет к зависимости. Это очевидно. Нет, я имею в виду, что когда начинаешь говорить, ну, вот независимые события. Они хороши тем, что в вероятности суммы формулы становятся проще. Когда вероятность производить можно найти, тогда вероятность суммы, и, в общем, все считается. Ну, а после этого, так сказать, говорят, ну, независимость, она и есть независимость. Чего что-то? Одно не зависит от другого. Вот умножаем. Ладно, я тогда пока что выключусь, ладно? Извини, что я оторвал тебя. Я пока приветствую участников. Добрый день. Добрый день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ну вот Виден ли мой экран? Видно, независимость видно Ну хорошо Ну вот речь, конечно, пойдет не о независимости государств или судебной системы А о независимости вероятности статистики А точнее в той части вероятности статистики Которая связана со школой То, что происходит в школе Ну и в анонсе название более развернутое То есть, короче говоря, основная цель Это пояснить взаимоотношения Между независимостью событий И независимостью испытаний Что главнее, что часто, что редко И какая тут, возможно, путаница И не только возможно, но и имеется путаница Ну вот в качестве довольно показательного примера Такой путаницы Значит, я сейчас процитирую одно учебное пособие Или учебник Ну и заранее хочу сказать, что Будет две части Одна более математическая Но не в смысле такой высшей математики Хотя школьная, может быть, профильного уровня Но именно школьный уровень такой Более математическая там задача, решение И прочее, прочее, прочее А потом будет часть более методическая Где уж, так сказать, такая Гуманитарное, словесное обсуждение В более широком, как это принято говорить, контексте Так, ну вот, пожалуйста Вот смотрите, цитата Прочтите Я сам прочту Пользуясь формулой произведения вероятности Для независимых событий Тире Ведь испытания обернули независимыми Ну и дальше идет Рассуждение Уже смешно Ну, смешно, не смешно Но само по себе вот это сочетание Оно, ну, в некотором смысле, так говорится Характерный образчик Той путаницы, которая допускается Значит В различных обстоятельствах Вот Ну, я, пожалуй Все-таки Не буду сейчас Пускаться в критику там Рогань и прочее, прочее А все-таки Выберу тот путь, который я наметил Значит, два события При проведении одного испытания Называются независимыми Если вероятность произведения Равна произведению вероятности Если от испытаний И исходов Мы перешли уже к пространству Элементарных событий То есть к математической модели То тогда вместо произведения Говорят пересечения И между А и Б Рисуют мешочек вниз Сам по себе этот переход Ну, не кажется мне совершенно ясным Потому что и учителя И дети В общем путаются С какой стати Мы одно и то же называем То исход, то элементарные события В общем, это вот Тоже такой Подводный камушек Но сейчас я не хочу его обсуждать Ну, это вот В таком виде определения Существует Ну, в любом учебнике Для школы Или в любом пособии И так оно и принято И все С независимостью Испытаний Вещь, ну, во-первых Деликатнее А во-вторых Менее, что называется Разработанное в школе Во многих учебниках Про независимость Испытаний Действует как-то По умолчанию С событиями разбираются Вот так Так, так, так А про испытания Уже так По умолчанию Там говорят Что они Независимы И все Ну, вот Варианты Текста Я прикладываю Так Это может быть Пояснено в школе Пояснено в школе Тут даже Видите Это не Собственно Определение А свойство Независимости Если говорить Математически Математически То, конечно Речь идет о том Что у нас есть Декартово произведение Двух пространств Со своими Сигма-алгебрами Событий На них есть Меры вероятностные И вот Значит Вероятность В Декартовом Произведении Пары Значит По оси Х По оси Григорова Она равна Произведению Вероятности Ну Грубо говоря Аналог Того Что площадь Прямоугольника Равна Произведению Длин сторон Все тут Замечательно И правильно Но Как говорится Кто Эту формулу Напишет Покажет Школьным Учителям И повторит Какие-нибудь Вот мои слова До этого Про сигма-алгебры И Или Школьникам В восьмом Девятом Классе Тот Ну Я не знаю Я первым Брошу в него камень Вот так скажем Потому что Эта запись Ну Невозможна Невозможна Разумна И как на каком-то Уровне Объяснить В основной школе Тут кстати Лингвистику Русский язык Нас подводит Потому что И в первой формуле И во второй Используется Союз И А и Б Здесь понимается Что А и Б Одновременно наступают А здесь А и Б Сидели на трубе Что значит Сначала А А потом И Б Вот Ну и Формула Равенства Равенства для условной вероятности Просто чтобы потом Не возвращаться к этому Я его сюда напишу Но про условную вероятность Я надеюсь У меня там Останется время Я что-то про нее Я что-то про нее тоже скажу Так Ну вот Валерий Семенович у меня За минут за пять Пока мы тут Ждали друг друга Спросил А с какой стати Это вопрос Вот как он возник 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 Очень на простой основе Так как Я В нескольких В авторских коллективах Отвечаю за написание Текстов по Вероятности статистики То вот Ну грубо говоря Надо написать Какой-то Материал Какой-то кусочек Там Пункт Или параграф Про независимость событий Ну нужны какие-нибудь Более-менее Естественные примеры Берешь Какое-нибудь там Пространство Элементарных событий Там Карты Лотерея Стрельба Там Или еще что-нибудь такое Просто выбор Из класса Кого-то Ну и Хочется События сделать Не откуда-то сверху А чтобы они Естественным образом Возникали Ну вот Практика показывает Что если берешь Там Н Элементарных событий Из них вытаскиваешь Два Любых Ну нетривиальных То как правило Они оказываются Зависимыми Более того То факт Независимости Является довольно редким Ну вот В связи с этим Как раз И Появилась вот такая Формулировка Какова вероятность Того Что при случайном Выборе Двух Нетривиальных Случайных событий При проведении Одного и то же Распытания Эти самые События Выбранные Окажутся Независимыми Я практически Всегда Вероятность Вероятность Умножить на Вероятность Б Ясно Что на Н Тут Как это Называется Не сократить А домножить Можно на Н И тогда Получить Что число Элементов В пересечении Равно Произведение Чисел А и Б Делить На Н В частности Это произведение Должно быть Кратно Н В частности Если Н Простое То Значит Такого не бывает Такого не бывает Если Н Простое Число Там Любые А и Б Зависимы Между собой Ну Дальше У меня Написана Корректура Математика В школе Страница 4.6 Сейчас Я Открою Надеюсь Что Видно Это Статья Математики В школе Которая Готовится К публикации Она Примерно Про то Что я буду Рассказывать Но Не целиком Единственное Ее отличие Состоит В том Что Тут Сначала Идет Описательная Словесная Вводная Часть Методическая А после Этого Математическая Вот Я выбрал Что сначала Математическая Так что Я вот Возьму Середину Этой статьи Скажите Мне Пожалуйста А вот Текст Допустим Формул Значков Сейчас Хорошо Виден С экрана Или нет Хорошо 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 Да Ну Тогда Наклонным Повторен Тот вопрос На котором Мы остановились В Powerpoint Presentation Ну вот Теперь Что тут Получается Для сокращения А маленькое Это число Элементов А Б маленькое В Б С В пересечении Ну и тогда Независимость Можете Переписать Так С равняется А на Б Поделить На Н Если А и Б А или Б равны Нулю Или Н То тогда Значит Это Вроде Все Верно Но Это Тривиальный Случай Более Того Если А равна Единичке Чтобы То Чтобы С Было Целым Нужно Чтобы Б Равнял С А и Б А и Б Это Количество А маленькое Б Это Количество Элементов Во множество В событиях А не Сами Значит А и Б А и Б Большие Надо Выбирать От 2 До Н Минус 2 Ну вот Кстати Как Известно В любом Тексте Есть Опечатка Вот Например Здесь Вместо Н Минус 1 Должно Быть Конечно же Н Минус 2 Ну и Сначала Пример Просто На Прямой Счет Никакой Науки Нет Значит Вот У нас 6 Элементарных Событий Выбираем 2 Случайных На Удачу Выбираем 2 События Какова Вероятность Того Что Они Независимы Проще Начать С Знаменателя Всех Событий 2 В 64 Пустое И Все Выкидываем Остается 62 Ну и С 62 Кодовое Значит Произведение 31 На 61 Можно Не считать Сколько Там Получится Ну в общем Где-то Чуть меньше Чем 2000 Теперь Количество Пар Независимых Событий Что же Нам нужно Сделать Нам Нам Надо Подобрать А и Б Целыми Причем Выбрать Очень Из небольшого Числа 2 3 4 Так Чтобы Произведение Было Целым Есть Ровно Две Такие Пары 2 3 4 3 Фигурные Один вместе с тем выборным, он составит двуэлементное множество. Останется 4 элемента. Из них надо выбрать 2. И эти 2 вместе с тем, который зафиксирован, дадут трехэлементное множество. Ну вот правило умножения комбинаторное, невероятностное. А комбинаторное, значит, мы получаем 6 на 5 на 6, 180. Не буду долго говорить. В случае 4 и 3 чуть-чуть по-другому считаются. Но ответ тоже будет, значит, 180. Ну вот, давайте посмотрим на эту формулу. С из 6 по 2. Это мы выбрали 2 общих элемента. С из 4 по 2. Это мы выбрали 2 общих. И добавили еще 2. Это вот эти 4. А потом из оставших 2 выбрали еще 1. Эти 2 и 1 дадут вот это трехэлементное. Ну и получается вероятность вот около 20%. Около 20%. Но это N очень небольшое. N очень небольшое. Как быть в общем случае? Павел Владимирович, можно я подчеркну вот как бы основную... Да, да. Я правильно понимаю, что вы обсуждаете тот факт, что при бросании монеты выпадание орла и выпадание решки не могут быть независимы. Сейчас. У нас 2 исхода. И мы рассматриваем вот эти 2 события. Они не могут быть независимы. Если 1 бросок, то да. Потому что они несовместны. Ну вот. То есть вы именно об этом эффекте, но в общем случае говорите. Но это вырожденный случай, Алексей Владиславович. Вырожденный, но как бы он содержит в себе феномен системы. Ну он как раз, насколько я понял, Павел Владимирович, его и объяснил, что он тривиальный, и поэтому его... Нет, нет, нет. Сейчас я пролесну. Вот я приведу, только мне потом надо не забыть вернуться туда. Некоторый вопрос, который я придумал, вот пока несколько раз ездил по стране, когда это еще было возможно, делал выступление. Вот придумал такой вопрос, он довольно показательный. Игральный кубик бросают один раз. Событие А выпадет шестерка. Событие Б выпадет пятерка. Являются ли события А и Б независимыми? И нужно предупреждать народ, чтобы отвечали быстро, недолго думали. Ну вот моя статистика показывает, что 70, если не 80 процентов аудитории говорят, конечно являются. Что ж тут шестерка от пятерки, конечно независимы. Между тем ответ, конечно, да. Если произошло А, то Б уже не произойдет. Я не знаю, Алексей Глотянович, я ответил хотя бы примерно или нет? Да, просто с монетой это очевидно. А с кубиком с этим приходится сомневаться. Ну вот если подняться по тексту статьи в начало, то с этого как раз и начинается. Этот пример, он конечно существует во всех пособиях, в которых бывает, значит, что... Ну, в общем, ладно. Так. Да, извините, я куда-куда-то попал не туда. Пример про умного и красивого ты имеешь в виду, Павел Владимирович? Что? Пример про умного и красивого? Это дальше. Нет, я просто хотел продолжить вот такую математическую вещь, что вот для шести мы посчитали, а что в общем случае? Что в общем случае? Ну, в общем случае, конечно, без специального значка тяжело обойтись. Вот я его предлагаю, значит, это функция от нескольких, что называется, аргументов. Это количество способов выбора из N большое элементное множество, A элементное множество, B элементное множество, пересечение которых состоит из C элементов. Ну, и фигурные скобки стоят, чтобы не говорить первое или второе. Разумеется, пример, в котором, допустим, A и B решаются просто вкусно, а V разобрано в примере 7. То есть, V – это пример 7. Ну, вот, например, G. Значит, надо выбрать 8-элементное и 5-элементное подножство 10-элементного, которое пересекается по 4-м элементам. Ну, я, пожалуй, даже текст не буду повторять, а прямо сразу скажу. Вот сначала мы из 10 элементов выбираем 4. Это те, которые будут общие. Потом из 6-ти оставшихся еще 4. Вот это 4 и это 4 дадут 8-элементное множество. Потом из 2-х оставшихся, потому что мы 8 уже выбрали, выбираем еще один элемент. И он 1 вместе с 4-мя вот этим фиксируем даст 5-элементное множество. Ну, получается такой ответ 6300. В общем случае. Ну, вот, опять же, из N большого выбираем C маленькое. Это общие. Выкинули их. Из оставшихся выбираем A минус C. Эти A минус C и C дадут множество из А элементов. А выкинули. Из N минус A выбираем B минус C. Эти B минус C и этот C даст множество из B элементов. Получается вот такое страшное для школы выражение. Ну, что получается, то получается. Конечно, так сказать, профессиональный человек скажет, ну, так это же просто полиномиальная формула. Сумма четырех слагаемых в четвертой степени. И это ее коэффициент. Разумеется. Но как-то в школе говорить про это не хочется. Я ограничиваюсь только тем, что обращаю внимание, что если числа под факториалами в знаменателе сложить, то получится ровно N. Ну, это что вот это разбиение на такие подножества. И, кстати, вот я не знаю правильного термина. Как назвать? Четыриномиальные. Ну, как-то это четыре и терриномиальные. Не знаю. В общем, я назвал тетриномиальные. Аналогия с биномиальными. Вот. И нам нужны все случаи, когда C равно A поделить на B. А, B поделить на N. Короче говоря, в числителе той вероятности, которую мы хотим найти, будет вот такая страшненькая сумма. И суммирует не по всем А и B, а только по тем, для которых произведение кратно N. То есть, на последнем месте А на B на N целое число. Ну, и, значит, получаем вот ответ. Он такой абстрактный ответ. С одной стороны, ответ есть. Вот формула написана. Все замечательно. Но как это выглядит в конкретных случаях, довольно затруднительно. Довольно затруднительно, довольно затруднительно поискать, потому что очень много приходится перебирать. Потому что вот все вот эти R – это такие тетриномиальные коэффициенты, их может быть довольно много. Ну, вот пример вычисления для десяти. Для десяти. Со знаменателем более-менее все понятно. А с числителем, значит, я повторяю то же самое рассуждение. И это как раз то, что уже посчитано, вот этот вариант. Значит, нам нужно найти парочку от двух до восьми, произведению которых кратно десяти. Таких парочек ровно четыре штуки. Один множитель пять, а другой четный. А другой четный. Причем случай, когда восемь, пять, четыре уже посчитано. Ну, довольно неожиданно оказывается. Видимо, тут есть какая-то такая симметрия, что вот восемь, пять, четыре и два, пять, четыре – это один и тот же ответ. Там просто перестановка типа симметричности в треугольнике Паскаля. А четыре, пять, два и шесть, пять, два – они кратны этим, они в четыре раза больше. Ну, значит, я не буду сейчас детально обсуждать это. Ну, в итоге получается вот такой ответ, значит, порядка двенадцати процентов. Порядка двенадцати процентов, то есть, если взять два на три, то у нас полегчилось около двадцати процентов, а если два на пять, то уже двенадцать процентов. Введение довольно существенно. Что будет в общем случае? Что будет в общем случае? Ответ. Ответ мне неизвестен. То есть, взять и сказать, чему равняется ПН, я не могу. Я посчитал это для случаев, когда Н равняется удвоенному простому числу, и ответ неожиданный и не очень простой, и довольно громоздкий, и связан на самом деле с довольно глубокими вещами. Ну, и косвенно это означает, что, конечно, мы можем попробовать посчитать три на Ку, там, пять на Ку, ну, потом, может, произведение двух простых чисел, но подчеркиваю, этот вопрос не решен. Ну, я и не планировал в этой статье решать, я хотел показать, как открытые вопросы с неизвестным ответом реально возникают в каких-то более-менее естественных ситуациях. Ну, и я сейчас буду двигаться не по тексту статьи, а по упражнениям, потому что технология тут спрятана в упражнениях. Если с самого начала у меня было Ку плюс Ку, два Ку элементов, то независимость случается только в следующих случаях, когда в одном количество элементов Ку, а в другом четно, и это четно не перебегает за Н. После этого прямое применение той формулы, которая была написана, что вот это будет такой ответ, и будет С из двух Ку по Ку на С из Ку по К в квадрате. То есть, это квадрат числа, стоящего на средней линии треугольника Паскаля. Если это стоит на нижнем основании треугольника Паскаля, по центру самое большое число, С из двух Ку по Ку, то это число, этот квадрат, стоит в средней строке. Ну, и тогда в соответствии с общей формулой мы должны это дело просуммировать. Ну, любому такому профессиональному человеку, который слушал курс дискретной математики, известно замечательное равенство, что сумма этих квадратов – это как раз С из двух Ку по Ку. Ну, и мы тут выкинем еще два, это единички, значит, тривиальный случай. К равному ЛЮ и К равному Ку. Ну, и тогда получается вот такое равенство. Вероятность того, что случайно выбранные нетривиальные события во множестве из два Ку элементарных исходов вычисляется вот по такой форме, равна такому частному. И это замечательный, конечно, результат, но он ничего не говорит, много это или мало. Ну, и следующий цикл – это про много-мало. Ну, в принципе, С из двух по Ку есть такая целая серия, как оценить сверху. Самый простой такой тупой способ, что С из двух по Ку меньше, чем 4 в степени Ку. Просто 4 в степени Ку, сумма вообще всех чисел в строке с номером 2 Ку. Но тут, что называется, жаба душит. Что ж мы оставили самое большое, а кучу других просто откинули. Ну, можно так повозиться и увидеть, что на самом деле там можно брать не 4 в степени Ку, 4 в степени Ку минус 1. Но более точный ответ получается следующий. Упражнение 10. Проверка, что числа в треугольнике Пасхале в одной строке сначала возрастают, потом бывают. Тут вместо Ку я пишу Н, потому что это верно не только для простых, а для любых. Вот, теперь самое важное индуктивное или рекурсивное выражение, если мы знаем С из 2 К по К, как нам найти следующий ответ. Это 4 умножить на что-то чуть-чуть меньше единицы. Ну, и значит, соответственно, С из 2 Н по Н меньше, чем 4 в степени на минус 1. А после можно, так сказать, вот рекурсивно это написать, понижать порядок от К до К минус 1, до К минус 2 и так далее, доходить до конца. Ну, и получить вот такую формулу, что С из 2 Н по Н, это 4 в степени на умножить вот на такое произведение. Внизу, что называется, в числителе 2 Н минус 1 с двумя восклицательными знаками, в знаменателе 2 Н с двумя восклицательными знаками. Для меня было большим потрясением обнаружить следующий факт. Когда я был маленький, учился в школе и постигал метод математической индукции, там было много разных удивительных задач. Но вот одна из них была такая, и я думаю, что любой, кто преподавал доказательства неравенства по индукции, смотрел и так далее, с этим неравенством сталкивался. Ну, я помню его в Севашинском неравенство в задачах, но оно почти везде встречается. Всегда было некоторое недоумение. Ну, да, очень красиво, красивые произведения. Они показывают, что произведения чисел, которые стремятся к единице, в своем произведении будут все-таки бесконечно малые, а не давать единицы. Тут можно разный... Ну, откуда взялось? С чего вдруг это взялось? Ну, вот здесь это как раз вот этот множитель так оценивается. Короче говоря, С из двух Н по Н не больше, чем 4 в степени Н разделить на вот этот самый корешок. 15-й – это оценка не только сверху, а оценка снизу. – Павел Вадимович, извините, вот по поводу этого неравенства верните назад. – Да, да. – Вот 14-е неравенство, но на самом деле грубоватое. То есть, другими рассуждениями более тонкое неравенство можно получить. – Да, тогда я вернусь чуть выше и скажу точный ответ. – Вот, значит, ну, совсем с такой высокой математикой можно сказать, что асимптотически это в отношении, значит, 4 в степени Q на корень из Пи-Ку. То есть, вот корень из Пи-Ку, тут под корнем не 3 Ку плюс 1, а корень из Пи-Ку. Это вот, так сказать, точный ответ. Валерий Семенович, это то, что вы имели в виду? – Ну, почти то, но можно элементарными методами без формулы Стирлинга тоже уточнение сделать. – Да, ну, тогда чуть-чуть будет лучше оценка. Потом формула Стирлинга в данном случае красива, но все-таки уж это больно высокопарно. Потом она не дает неравенства, она дает асимптотику, а нам нужно неравенство для всех. Ну, вот, значит, вот такая получается, такое неравенство. После этого проверяется, я уж не буду это делать, что там, начиная… Так как для 6 и для 10 посчитано, то следующее, значит, 2 Ку – это, значит, 14. 14. Ну, вот, начиная с него, ответ будет такой. Короче говоря, два раза вот эти корешки будут в квадрат, два раза будут перемножаться, и знаменатель будет линейная функция типа 3 Ку плюс 1. Вот, ну, здесь ответ получается такой, что это не больше, чем 2 плюс эпсила на 3 Ку плюс 1. Если здесь взять простое не семерку, а единицу, ну, тут будет точность там 2 и какой-то совсем уже маленький хвостик на 3 Ку плюс 1. Но интересно, что ровно двойки все равно не получается. По крайней мере, вот такими оценками не получается. Так что вывод такой, что вот эта самая вероятность стремится к нулю довольно быстро. Если Ку там, допустим, 31, то это 0,02. Ну, почти 0,02. Да, что-то, кто-то там. Нет, 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 тот случайный. Вот, да. Так, тогда я вернусь к презентации. Ну, значит, это я говорил о равновероятном случае, о равновероятном случае и второй части своей статьи в журнале «Математика в школе». Ну, вот, что называется, теперь текст, как это называется, не для печати. Результат интересный, но, честно говоря, для математики он простой. Это упражнение на день, на два подумать. Для нематематики он вычурный. Но, тем не менее, утверждение состоит в следующем. Что если у нас есть вероятность на пространство из N большое плюс одного элемента, ну, названное 0,1 и так далее, N, то вероятность единичную можно так распределить, что в этом вероятственном пространстве вообще не будет нетривиальных, независимых событий. Тривиальные будут всегда, а вот нетривиальных вообще не будет. И сначала достаточные условия сформулировать. Ну, вот, вероятность на нулевом месте должна удовлетворять вот этому квадратному неравенству, и у него есть решение вот, например, такое. Есть, конечно, и другой интервальчик, но нам нужен тот, который меньше единицы вероятности. Второе неравенство. Оно, во-первых, не учитывает никакого нуля, оно начинается с единицы. Но оно показывает, что последовательность убывает, ну, как минимум экспоненциально, может быть, еще быстрее. Значит, там, два степени минус n. Третье неравенство показывает следующее. Смотрите, пожалуйста, если pk минус 1... Да, ну, в частности, если второго следует, что это последовательность этих вероятностей монотонно убывает. Потому что pm меньше единицы, ну, и тогда здесь будет pn плюс 1 меньше, чем pn. Ну, так вот это убывание должно быть не просто убыванием, а сильным убыванием. Сильным убыванием. Потому что если вот это слагаем первое ноль, то никогда не получится. pk в квадрате не будет больше, чем pk плюс что-то. Значит, pk минус 1, но потом мы добавляем так мало, что в квадрате мы получим больше, чем весь хвост. Ну, не знаю, может быть, я не очень внятно, но я постарался выразительно объяснить, что убывание должно быть очень быстро. И прямой подсчет показывает, что ровно экспоненциального, там, типа, единицы на два степени нет, не хватает. А вот такого хватает. Вот такого хватает. Ну, и прямая проверка. Уж я раз формулу стал, кстати, я их собрал вместе. Ну, я просто в лоб проверяю достаточные условия. Ну, вот здесь интересным, я бы сказал, моментом для меня явилось следующее. Зачем нужен ноль здесь? Почему бы не начать с единицы? Что за специальный, так сказать, интерес к p нулевому? Откуда он взялся? Ответ. Второе, третье условия касаются всех p, кроме нулевого. Если я про второе, третье условия начинаю заботиться, то я стараюсь, чтобы p-шки быстро убывали. Вот я добился того, что они быстро убывают. Я их сложил. А в сумме-то мне должна единица быть. А у меня, скорее всего, не получится единица. Потому что я просто заботюсь, чтобы p-шки быстро убывали. Так вот тогда на нулевое место нужно поставить ту вероятность, которая в сумме уже построена, даст единицу. То есть, если я в табличке со столбиками 0, 1 и так далее, n вписал вероятности, и со второго по n столбик все хорошо, то на нулевое место я просто доставляю то, чего мне не хватает. Ну, разумеется, с тем, чтобы выполнялась еще эта нерависть. Так что, если пытаться отказаться от равновероятности, то возможны вообще любые эффекты. Вообще любые эффекты. Так, ну и на этом, пожалуй, вот такая алгебраическая часть, чисто алгебраическая часть закончена. Теперь я перехожу к более методическим вещам. Вот этот вопрос я уже показал и сказал, что большинство народу говорит, что да, конечно, независимы. И здесь происходит как раз вот такая путаница. Потому что люди говорят, что независимы, имея в виду не то, что у них спрашивают. Они имеют в виду, что кубик бросили два раза. И а – это выпадет шестерка в первый раз, а б – это выпадет пятерка во второй раз. Вот они-то независимы, конечно. Они, конечно, независимы. Но это не независимость событий, это независимость испытаний. Потому что а – происходит в одном испытании, а б – в другом. Пусть оно такое же, тоже бросание кубика, но оно второе. В целом я очень, так сказать, неоптимистично смотрю на все эти предложения по систематическому изучению условных вероятностей, независимости событий и так далее. Вот тут у меня вырезка из скриншота с телевизионной передачи. Когда была паника с ковидом и были занятия дистанционные, то в Московской области на канале ТВЦ побеспокоились и сделали лекции учителей. Так что можно было сидя из дома смотреть лекции по всем предметам. Я, разумеется, посмотрел математику, хотя я посмотрел другие. И вот я думаю, что вы уже успели прочитать, что тут выступающие говорят не весь что вообще. Я специально оставил фигуру, но не стал показывать лицо, чтобы показать, что, с одной стороны, я не придумал это, это подлинная фотография, но лицо я урезал, чтобы не было неноразумений. Это личность известная. Те, кто смотрел это, там удовольствие получили неизгладимое. Ну, я же не спрашивал персональных данных, правда? Я не про то. Обида основная состоит в следующем, что это выступали учителя подмосковной гимназии, по-моему, имени Примакова. И это хорошая, одна из лучших, наряду с физтехлицеем гимназии Подмосковья, и учителя хорошие. То есть, по любым другим темам, там, квадратные уравнения неравенства, геометрия, стереометрия, там, с параметрами что-то, текстовые задачи, ну, по модулю, там, всяких погрешностей, ну, замечательно, аккуратного, люди держат в пальцах материал, плавают в нем. Но когда доходит до вероятности, то вот такие удивительные вещи не допускают. Я уж больше не буду цитировать, хотя там много другого. То есть, тут вот в первом примере, когда с кубиком, происходит и путаница между событиями в одном испытании, один бросок, а ответ идет про пару событий в двух испытаниях, в первом и во втором бросании. И вопрос про одно, а отвечают люди про другое. Ну, или вот, например, пример, который мне, что называется, подарил один из учителей, вот я только, к сожалению, сейчас уже не помню, в Приволосном где-то районе, может быть, Уфа, может быть, Стерлитамак, может быть, Казань. Ну, он после моей лекции подошел, говорит, вот вы знаете, у нас там в этих ВПРах или каких-то материалах вот такой пример. Есть две коробки, там есть груши, они спелые-неспелые, выбирают яблоко, грушу. Ну, и вот приведено такое решение. Ну, и неприятность состоит в следующем, что ответ правильный. Ответ правильный. Если заботиться только о численном ответе, то ответ верный. А он меня спросил следующее. Независимые события. Ведь это означает, что они находятся в одном и том же множестве исходов. Ну, когда мы выбираем яблоко, у нас исходы одни. Когда мы выбираем груши, яблоки другие. Как тут верно сослаться на независимость? Вот. Ну, и кажется, вот я на предыдущем выступлении, я или ровный этот пример говорил, или похожий пример. И один из слушателей сказал, ну, так как? Надо ввести Декартово произведение, рассмотреть испытания, исходами которых являются пары исходов. В Декартовом произведении тогда независимость испытаний. В общем, короче говоря, сводится к Декартову произведению. Вот ту формулу, которую я вначале писал, и пообещал кинуть камень, кого кто-то попробует сделать. Ну, граждане, разумеется, можно. Можно говорить и про сигму, алгебру, или еще что-то. Ясно, что в школе это невозможно. Ну, или тогда уж надо говорить, рассмотрим испытания с исходами, которые являются пар. Выборное яблоко, выборное груша. Ну, тогда шесть десятых это будет у нас не шесть из десяти, а другое число это будет. Это будет шестьдесят сотых. Шестьдесят поделить на сто. Ну, и такие неприятности, они встречаются буквально на каждом моменте. Ну, вот, допустим, тоже вот этот цитат. Это меня виноват, Павел Владимирович. Это ты меня имел в виду. Когда? Ну, вот, когда мы обсуждали этот вопрос про Декартово произведение, это я виноват. Ну, не знаю, не помню. Или помню, но говорить не буду. По-моему, не ты. Значит, ну, еще просто приведу пример такой же ситуации. Это вот задача, по-моему, девятнадцатого года, двадцатого, ЕГЭшная. Ну, и она сломала головы большинству учителей. Ну, например, потому что здесь говорится об условной вероятности и о формуле полной вероятности. А тогда это вообще даже не входило ни в какие стандарты. Ну, это та же самая история, что выбрать револьвер – это одно, а стрельнуть – это другое. То есть, короче говоря, здесь имеет место серьезная путаница. Я бы сказал, серьезная, не побоюсь этого слова, гносиологическая путаница. Причем она есть не только вот в такой, в элементарной математике, а и в высшей математике мы к независимости подходим, ну, скажем так, спустя рукава и не следим за собой. И довольно часто говорим о независимости, неизвестно, что имея в виду. То ли независимость событий, то ли независимость испытаний. – Можно вопрос? – Да. – Потому что я совершенно не понял, о чем вы вообще говорите. Я опоздал на целый час почти. Ну, мы всегда в любой, какой учебник не возьмите, там, естественно, говорится о независимости событий, но не эксперимента. А вы вводите понятие независимости эксперимента. Это вы сами придумали или это… Где это берется? Откуда? Первый раз слышу об этом. – Подождите. Когда мы говорим, что испытания Бернули независимы, о чем речь? – Бернули? – Да. – Ну, испытания проводятся, испытания в серии экспериментов проводятся, испытания, предполагается, что они в одних и тех же условиях выполняются, одни и тех же выполняются условиях, они не могут быть изменяться. А если изменяются, то это вообще тогда уже не Бернули. – Вот это у нас испытание Бернули или нет? – Кубик бросают один раз, а можно много раз бросать. И что с этого следует? Они обязательно, если это Бернули, то предполагается, что в тех же условиях они… – Давайте, я еще раз скажу. Игральный кубик бросают два раза. – Два раза, ну хорошо. – Событие А. В первый раз выпадет шестерка. Событие Б. Во второй раз выпадет пятерка. Эти два события лежат в одном пространстве исходов или нет? – Естественно, это один эксперимент, можно сказать. В одних и тех же условиях проводятся. – Нет, условия понятны. Хорошо, а здесь? – Хорошо, а здесь? – Шесть спелых, четыре неспелых яблока. Они предполагаются, что… Ну, выбрали какое-то, повторили опыт, но мы вернули туда тоже яблоко в одних и тех же… – Нет, никто ничего не выбирает. Есть яблоки и груши. – Что-то не очень понятно, это ваша постановка задачи. Про эксперимент всегда предполагается, что он в одних и тех же условиях. Не может быть… – Давайте мы договоримся, что мы больше не будем повторять, что в одних и тех же условиях, да? – А как это не подойдет? Этот смысл в этом всей вероятности, именно в этом, как может быть другое? – Ну, это при повторениях, при повторениях одного и того же. А я же не говорю про повторения. – Ну, и что? – Тут совсем другое. – События понятно, а эксперимент не понятно. Ну, я, может, что-то не понимаю, не знаю, но первый раз я такое вижу, и ни в одном учебнике я такого не встречал. Откуда это берется такое? – И тогда вообще запутаться можно легко и просто. Вообще-то разобрать ничего нельзя будет. Предполагаем, мы независимы. Ясно предполагается, что независимы события. И это эксперименты. Эксперименты проводятся независимо. Они всегда… – Нет, ну давайте мы сейчас читать то, что написано, не будем. – Ну, хорошо, я просто задал вопрос, ладно. – Нет, нет, я попытаюсь еще раз сказать. Нет, подождите еще раз. Раз вопрос возник, то есть непонимание. Раз оно возникло, то его надо выяснить. Это совершенно законная, совершенно нормальная, совершенно естественная вещь. О независимости можно говорить в том и только том случае, когда речь идет об одном испытании. Когда у вас А и Б лежат в одном и том же пространстве элементарных событий. Как в одном событии. Вот эксперимент состоит из… – Подождите, еще разочек. – А при чем здесь одно событие? Может, я что-то протестил, может, что-то вывести. Но я никогда… – Подождите, вот я беру определение независимости. – Да. – Вы согласны с ним? – Два события в эксперименте в каком-то, в естественном каком-то эксперименте. Да, конечно, разумеется, это стандартное такое. – Стандартное определение? – Да. – Значит, если перевести это на язык теории множества, это означает, что А – под множество какого-то пространства Х, и Б – под множество того же пространства Х. Так или нет? – Да. – Да. – О каком пространстве Х здесь идет речь? – Ну, понятно, это Кала-Купон. Имеется в виду, что у нас пары, каждый элемент этого пространства – это пара. Какое-то яблоко и какую-то грушу. Вот эта пара – это и есть один элемент нашего пространства. – Тогда надо вместо А говорить «выбрать спелое яблоко и любую грушу». – Да, в принципе, да. – А Б надо написать «выбрать спелое яблоко и любую грушу». – Да, именно так. – Да, именно так. – А тогда… – Формально так, да. – Тогда не шесть яблока и декартового произведения будет. – Ну, вот и возникает декартовое произведение. – Да, так и есть. – То есть, пространство элементарных событий – это пространство пар. Яблоко и груша. Яблоко из множества. – Отлично. – Из одной коробки, груши из другой. – Отлично. Только не надо говорить, что это… – Независимое. – Нет, нет. Просто независимость испытания… Ну, на сейчас еще разочек. Независимость испытания означает, что что бы я ни сделал в первом испытании, что бы ни сделал во втором, то вероятность того, что одно произойдет после другого – это произведение вероятности, да? – Да. – То есть, когда независимость испытания у нас, как это называется, две оси – абсцисс и ординат. Непонятная история, нет? – Да, 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 да. Понятно. Вот. А в этом случае речь идет об одной оси. Нет. Ну, Игорь Николаевич правильно говорит? Так можно и так и нужно. Но так этого никто не делает. Путаницы-то и происходят из-за этого. – Именно об этом, я так и понял, идет разговор. – Да. Именно об этом, да. То есть, еще разочек. Ответ верный. Ход рассуждения – пример. Но тогда тут, пожалуйста, говорите, что вместо события просто выбрать спелое яблоко удобно, полезно, правильно, нужно выбрать пару событий. Выбрать яблоко и любую грушу. Тогда, правда, возникает вопрос, почему поэта – это 60. – Нет. 60 соток будет. – Ну, так. – Самое главное – все превращается в абсурд. – Что превращается? – Все превращается в абсурд. Туда, которая ясная и понятная, превращается в абсурд. – В смысле… Хорошо. Давайте так. А как ответить на этот вопрос? – Вот смотрите. Когда-то я в молодости написал такую книжку, редактировал ее. Называется она «Зарубежные математические олимпиады». – Да. – И вот там тоже про вероятности были задачи. И очень трудно было объяснить непосвященному человеку, что такое независимые события. И я мучился, мучился и написал следующий примерный текст. Что вот независимые, мы понимаем, что такое. Ну, вот Вася кидает монетку и Петя кидает монетку свою. Ясно, что они никак не связаны. Вот в этом смысле они независимы. То есть так же и здесь. Один выбирает в коробке яблоко, а другой – грушу. Это явно независимые события по сути своей. А дальше написал… Вместо того, чтобы дать определение, я написал так. Определение дается так, независимых событий, чтобы выполнялась следующая теорема. Теорема. Чтобы вероятность выполнения одновременного этих событий равна произведению вероятности. Вот откуда быть это на самом деле определение. Но если сказать, что это определение, то человек не поймет на самом деле, откуда узнать, независимые события или независимые. Если это определение. Он же не знает заранее ни вероятности никаких, ни вероятности произведения событий, ни произведения вероятности, ничего не знает. Ему описан эксперимент, грубо говоря Который происходит Или там опыт Ну понятно А как же тогда быть? Как ему объяснить, что такое независимое событие? Вот я на хитрость пошел Прямо объяснил, что интуитивно мы понимаем Что такое независимость А математически оно определяется так Чтобы произведение вероятности И было вероятность произведения Понятно Да, я перебил Извините Ну вот собственно говоря Здесь я вижу примерно отрыжку того же самого То есть человек понимает, что событие независимое По сути Понимает А дальше он вот типа такого Берет произведение вероятности и все Конечно, с точки зрения Настоящей математики Это глупость написана Просто непонятно, что вообще здесь происходит То есть понятно, что надо брать пары Действительно Яблоко, груша Брать все пространство и смотреть И там все, конечно, получится Все нормально Но вот то, что здесь написано Это как бы скорее интуитивное решение Интуитивное Не более того Не математическое Может быть, Игорь Николаевич, ты сознался В грехах молодости Это хорошо Да И фей Пройдет она Да И гласность И вот тогда Госбезопасность Припомнит ваши имена Хорошо, да Ну, я извиняюсь Может быть, я попробую продолжить Нет Да Да Возвращаясь к этому Вот то, что Игорь Николаевич говорил Он привел два примера Один бросает одно Другой И использовал слово независимость Я обращаю внимание на то Что он говорит о независимости испытаний О независимости событий Потому что у одного одно событие У другого другое событие И речь идет о Нет Это Я вот кто Я, к сожалению, не видел Кто первый задал вопрос Это действительно такая Серьезная путаница Ну и давайте я уже сразу скажу Это не из-за того, что я хотел Как-то там выпендриться Или еще что-то такое Это вот у меня так получается И рано или поздно Такая неприятность возникает И как эту неприятность Разрешить в высшей математике Понятно Мы трижды или четырежды Про это сказали Перейти к Декартовому произведению Как это решить в школе Ну, вот Игорь Николаевич Как сказано Покаялся, как он это решил Значит Один из вариантов такой Может, тогда Оно и не стоит того Чтобы его рассматривать в школе И не пудрить детям мозги Категорически согласен Вот Конечно Это просто ужас То, что это изучается в школе Тогда как Если взять вероятность Она уже Ну, подкидывали монетку Еще до нашей эры Аксиоматика возникла в 20 веке Калмогоров ее, грубо говоря, создал Это означает, что два тысячелетия Люди долго придумали Что же такое вероятность Наконец поняли А мы детям это подсовываем Как элементарную вещь Это ни в коем случае не надо было делать Максимум Максимум Это вот Н испытаний Вернее так Н исходов И из них К Нужные Какая вероятность Что будет нужная К делить на Н Все Кабинаторика Извините Ради бога Подождите Я боюсь, что сейчас У всех на душе накипело И сейчас Разразится Так сказать Бурная дискуссия Я хотел бы закончить Все-таки Не в этом месте А чуть-чуть дальше Можно То, что в школе Это не нужно проходить Это однозначно Тем более Условные вероятности И так далее Игорь Николаевич Вы успеете сказать это Не забудьте Пишите Ну вот я Я пишу Корректуры Это я вернусь к тексту статьи Ну теперь первая страница Я просто покажу Как это оформлено В виде текста И там будет один пример О котором Валерий Семенович Уже Пратко говорил Который Ну на мой взгляд Довольно интересен Я значит Расскажу О первой части Этой статьи Ну или о том Как бы я Рассказывал это Первый пример Стандартный Без него невозможно Начать Потому что Иначе не получится Пример второй Простой Тривиальный Тупой Но надо Школьнику Учителю На Не умничай А пальцем покажи Вот получается Что здесь Все забытия Зависимы После думаешь Одиннадцать Сможет быть Любое Простое число Значит Пример Третий Если А маленькая Или Б Маленькая Взаимопросто СН То тогда Независимы Эти события А большой Б Большой Значит Четвертый Пример Он показывает Что Для Независимости Необходимо Свободное Место Наличие Элементарных Событий Которые Не входит Ни в А Ни в Б Ну тоже На конкретном Примере Я говорю Что в классе 25 учеников Кто-то умный Некрасивый Кто-то красивый Неумный И так далее Но Каждый Или умный Или красивый И на удачу Выбирать Одного Учеников Доказать Событие Что он умный Или он красивый Зависимый Это конечно Упражнение По использованию Формулы Но оно На мой взгляд Полезно Люди Привыкают После того Как это На конкретном Ура Сделано Можно сказать А посмотрите В решении Мы никаких Учеников Ничего умного Красивого Не рассматриваем Так это верно Вообще Всегда Вот общее утверждение Если сумма Двух нетривиальных Событий Достоверно То эти события Зависимы Пятый Ну к сожалению Тут набор Не прошел Это еще корректура Это еще не статья Пятый Следующий Взяли Одно Простейшее Испытание Четыре Исхода Вот даже Они обозначены Закорючками Взяли Любые Два События Утверждение Всегда Можно подобрать Вероятность Так чтобы Эти А и Б Стали бы Независимыми То есть Вот если От равновероятного Перейти к произвольным То тут вообще Возможно все А раз возможно все То не о чем говорить Ну и решение Значит Тут просто не набрали Эти ответы Надо вот вероятность Распределить Таким образом И получается Что Они Независимы Так что Факт зависимости И независимости Он зависит Собственно От исходов А от того Какой волюнтаризм Мы проявим При распределении Единичной вероятности Ну пожалуй Самый все-таки Показательный Пример Это Шестой пример Значит Есть Значит Три пункта Сначала А Потом В А потом Б Потому что Для меня Они в таком Случае В таком порядке Попадали Первое Тридцать шесть Карт Выбирают Одну Одна Это Это дама Второе Событие Это пика Зависим Или независим Ну ответ Просто По классическому Считаем Четыре Тридцать шестых Одна Девая Четыре Девять Тридцать шестых Произведение Все нормально События Независим Ура А вот Теперь Мы берем И из дам Убираем Бубну То есть Это Все что угодно Только не дам У бубей И выясняется Что события Зависимы Потому что Произведение Е1 И Ф Равно Потому что Е1 Под множество Е Тут равенство Тут равенство По независимости А П от Е Больше чем П от Е1 Получается Совершенно Так сказать Удивительная вещь У меня была Какая-то Ситуация И в ней Под ситуация Е Не зависит От под ситуации Ф И теперь я Е уменьшаю То есть я беру Ситуацию Меньше Чем было И вдруг Оказывается Что это Зависимость В большем Объеме В большем Окружении Была независимость Перешел в Меньший Объем Стала Зависимой Ну и вот Этот пример В Который Мне сообщил Валерий Семенович Он встречается Во многих Я нашел И у Тюрин Макаров Симонова И у Олега Павловича Виноградова В книге Значит Что вот В колоду Карт Добавляют Еще одну Жокин 37 Все После этого Можно продолжать 37 Простое число Там все зависит Как Объяснить Что От добавления Одной Картинки Не относящейся Ни к дамам Ни к пикам Ни еще Ни к чему Независимые события Вдруг становятся Зависимыми Но это В общем Загадка Тут Можно только Скомандовать Значит Взяли Ручки в руки И записали Но объяснить Это по-человечески Я не умею Этот пример Я включил Вот почему Он показывает Что Бог с ним С независимостью Испытания Это я понял Что тут Долгая дискуссия Будет Но даже С независимостью Событий Независимостью Событий Не очень точно По крайней мере С большой погрешностью Соответствует Тому пониманию Независимости О котором Мы говорим О котором мы говорим Кроме того Кроме того Тут имеет место Такой перевертыш Юридически Мы говорим События независимые Если то-то 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 В реальной практике Мы пользуемся Наоборот Мы говорим Ну вот эти события Независимые А значит получается Вот это радость Его используем То есть Мы действуем Не по определению А по каким-то Своим внутренним Понятиям Вот Ровно это Я как раз И сделал Вот в этом Зарубежном Ровно эту мысль Основываясь на том Что вот они Независимы А значит Можешь сделать Так-то и так Ну Игорь Николаевич Ну ясно Что тут Стрелочки В разные стороны Правда? Вот Да Значит Да Ну Вот В примере В примере Б Нетривиален И как переход А так Б Так и от Б А Вот Были события Зависим Е1 и Ф То есть Между Е и Ф Где-то там Хитро Какая-то Зависимость Была Мы взяли К Е1 Добавили 36-ю карту Даму пик Копа Стали независимы Как Как это объяснить Как Я честно говоря Методически Да и просто Как это Как Как мать говорю Как женщина Но просто Просто не знаю Как это сделать То есть Это очень такой Деликатный Деликатный обстоятельство Деликатный обстоятельство Но я как раз знаю Как это объяснить Вот Ну теперь С условия Одна студентка Одна студентка Кабинет элементарной математики Придумала Как это объяснить Но я потом скажу Хорошо А это Это цензурное будет? Да Да Совершенно Прекрасное Я более того Даже когда В Солнце Объясняю Что такое Зависимость Независимость Я как раз Это рассуждение И привожу И тогда Наконец-то Люди понимают Почему вдруг Это стало Вот именно Произведение вероятности Задает Независимые события Причем Тут независимость Короче говоря И вот эта вот Формула С произведением Игорь Давай Дайте Павлу Владимировичу Так Да-да-да Я просто Раз уж Павел Владимирович Говорит Что это Он не знает Как Но я говорю Я знаю Случайно Хорошо Запишем А Про условную вероятность С условной вероятностью Ну просто Просто хочется плакать Вот я процитирую Подчеркиваю Действующий Учебник По вероятности Статистики В основной школе Сейчас у нас Никакого многообразия нет Мы все Стали во фронт И у нас Один учебник По алгебре Один по геометрии Один по вероятности Статистики Вот что в нем Написано Это цитата Симметричную монету Бросают дважды Известно Что один раз Выпала решка Какая вероятность Того Что при другом Выпал орел Ну и Игорь Николаевич Про это много говорил И я говорил Что тут О ужас Перепутано все Перепутано все Но в основном Тут проблема С русским языком Потому что Глаголы стоят В разных Временах И в разных Наклонениях Бросают Это значит Собираются Бросить Или вот Будут бросать Известно Что один раз Выпало Это прошедшее Время Когда При другом Выпал Это вообще Мистика Потому что При другом Выпал Это он уже Выпал Полный бред При этом Неприятность Состоит в следующем Если вот Ровную Эту формулировку Поместить В систематический Курс Вероятности Вузе То там Все скажут Ну это задача По условной Вероятности Делается так И так То есть В контексте Это звучит Это в контексте Продвинутого образования Понятно Понятно О чем Речь Но если Эту вещь Впервые Прочитает Человек Который Просто В суд Можно подать А что Имеется в виду Кому Известно Что это Так Ну Пункт Б вообще Уникальный Это значит Вот я пока Так долго Жалко Говорил Я думаю Что вы это Видите Да Вот Но тут Видимо Идет речь Пардон О семье Олега Френов Ну по крайней Мере Со стороны Родители Они знают Что у них Двое детей Но они знают Какого было Они знают Что один из них Девочка Тоже знает И вот они сидят И думают А какова вероятность Того Что второе Тоже девочка Я вам рассказывал Шутку Шел человек Споткнулся Упал Сломал ногу С какой вероятностью Он сломал ногу Вот примерно Такая же штука Здесь происходит Уже сломался С какой вероятностью Он это сделал Вот бредятина полная Уже все произошло С какой вероятностью Это произошло Павел Владимирович У меня просто Для Не для продолжения Дискуссия А Авторы этого учебника Это Известные нам Да Да У них там Каламбуров Много Неприятность Состоять в следующем Что вот этот Б Ну как и А Это не сочиненный Авторский каламбур Это цитата Многочисленных Пособий По условной вероятности Ужас Просто ужас Это если взять Любой сборник задач Для вузов Для чего-то Для чего-то То вот такая штука Там будет написана Систематически И подчеркиваю Это съедается То есть как-то Ну Микшируется Как-то можно это понять Когда это внутри контекста Вот тема такая Вот тема такая Вот тема условной вероятности Вот задача по теме Оно понятно Это задача по такой теме Я могу сказать Что я Упомянул это обстоятельство На заседании Последнем Бывшем Методического совета По математике Под руководством Дмитрия Викторовича Ливанова Помните такой У нас есть Да-да И Иван Валерьевич Сказал Ну да Тут неудачная формулировка Мы ее обязательно Поправим Вот Но мы видим Что По материалам По материалам Демо-версии Демонстрационного варианта ЕГЭ 2024 Ничего не изменилось Да Насколько Мы все знаем Изменений Не произошло Ну просто потому что Иван Валерьевич Привык На Все замечания Сказали Да все сделаем Вот Это самый простой И самый убедительный ответ Ну Я уж хотел было извиняться Что вот это я брал Там 21-го года Есть надежда Что в 24-м году Это поправлено Ну Не знаю Вряд ли Вряд ли Это мы тоже проходили Я в свое время Когда только-только Еще первое издание Планировалось Много-много лет назад Вот Задачника Прочитал его внимательно Значит И В течение трех часов Объяснял Вот Участникам этого дела На Большом Ласевском Что есть такие-такие-такие Проблемы Все меня внимательно слушали Изменений не Не произошло Хорошо Ухоже Много изданий вышло Ну Тогда Значит Я все-таки Продолжил Ничего Конечно Да Ну вот Теперь тоже цитат Это было Из задачника Потому что там Отдельно книжка Задачник Отдельно Учебник Вот теперь Из Учебника Определение Условной вероятности Вероятность события А При условии Что событие Б Произошло Называется Условной вероятностью События А При условии События Б Как Трактовать Этот текст Не ясно Потому что Здесь Объект Объектом А Называется Объект А То есть Условной вероятностью Называется Вероятность При условии Вот так Оно и есть Вот Теперь Ну Школьнику Может быть Это Он и так И такой Текст Может Выучить Но В практике Вот например Правило Умножения Вероятности Написано В таком Виде Чуть ниже Формула Условной вероятности Вопрос Это Та же Самая Формула Или Другая Почему Почему В одном Случа Это Умножение Вероятности А в другом Случа Условной Вероятности Короче Говоря Вот Это Самая Формула Это Определение Условной Вероятности Или Это Теорема Утверждение Или Это Совет Потому Как Искать П А Б Конечно Определение Отношение Между Величинами Значит Ну Вот В ответ Такой Что Если Это Конечно Определение То Ответьте Мне Часто Или Условную Вероятность Находит По Этой Формуле Ну Формально Так И Есть Вот Надо Взять Вероятность Пересечения И поделить На вероятность Ну Вот Этого Объема Собъема Так не делают Так говорят Пусть Выпал Красный Шарик Тогда У нас Осталось Столько Красных Столько Синих Значит В следующий раз Будет Тот Тот Вот Как Делают Правда Да Ну Так Это же Не это Определение Получается Что мы Дали Определение Которое Путается С утверждением С формулой И мы Им потом Не пользуемся Или пользуемся Но как Формула То есть Вот Перепутано Вообще Все Верно Ну Вот Еще один Пример Я приведу Значит Задача Вот Такое Определение Вероятности Насколько Я помню Условно Вероятностью События Б Называется Такое Число Вычислено В предположении Того Что А Произошло Это правильно? В смысле В предположении Что Б Произошло Да? Б Произошло Ну Так Можно Сказать И так Вероятности События А Называется Такое Число Которое Вычисляется По Правилам Вычисления При условии Что Событие Б Произошло Неизвестно Во-первых Число Вычисляется Это не Очень Понятно Что такое А во-вторых При каких Условиях Оно Так Вычисляется В общем Тут Полный Яролаж Ну вот Я просто Приведу Пример Еще Одной Ситуации Когда Ну Просто Приведу Вот Задача В группе Три мальчика Пять девочек Случайно Образы Выбирают Двух Девочек Какова Верония Верония Что будут Один Один Мальчик И Одна Девочка Значит Двух Человек Случайно А не Девочек Двух Человек Сказал Девочек Ну Извиняюсь Двух Человек Значит Вот Разобьем На два Последних Выбора Хорошо Разобьем Изобразим Дерево Случайного Опыта Рисовали Дерево Сюда Три Восьмых Сюда Пять Восьмых Мальчик Девочка При втором Тоже Значит Еще одно Двоичное Деление Пошли Эти Вот Если В первый раз Был выбор Мальчик То мальчик Осталось Два Семь Поэтому Второй Мальчик Будет Выбран Ребро Вот Такое С вероятностью Два Семь То есть Тут Условная Вероятность Вероятность Произведения Вот М Это Условная Вероятность Или Тут нужен Мальчик Девочка Значит Условная Вероятность Вот здесь Находится И здесь Условная Вероятность А потом Еще Складываются И обозначение Будь Здоров Смотрите П От А С Тире М Тире М Д И ответ Между Тем Вот Пожалуйста Для Выбора Мальчика Три Варианта Для Выбора Девочки Пять Вариантов Для Выбора Пары Из Восьми Человек Пятьдесят Шесть Пополам Это Проходит Тоже По Правилам Нажения Ответ Пятнадцать Восьми Все То есть Я Как это Называется Я не против Условной Вероятности Как такового У Шаранай Раз есть Раз ее Байя В свое время Придумал И что Она Может Служить Примерами Других Вероятностей Отличных От классического Это ради Бога Но Голову Зачем Пудрить Потом Цель Ну ввели Условную Вероятность Что после Вероятность Произведения Байя Полная Вероятность Полная Вероятность Байя Получается Что мы ввели Условную Вероятность Ровно А больше А больше Нет ничего Больше Это она Вообще Не используется Получается Что мы ввели Новый термин Сложный Непонятный Запутанный Для того Чтобы Ввести Еще Три Формулы И Какие-то Три Способы При том Что Ну я не буду Про полную Вероятность Байя Сутверждать Но про Произведение Всегда Можно Действовать Вот так же В классическом Варианте Знаменатель Там Вот если у меня Из десяти Шаров Разного Цвета Вытаскивают Три Там Надо Найти 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 Вероятность Что Они Красный Белый Красный Пожалуйста Я просто считаю Таким же По правилу Умножения Сначала Первый Выбираю Красный Столько Вариантов Потом Белый Ну То есть Тут Даже Я не Понимаю О чем Тут речь Так Это Я уже Вы знаете Я уже Что-то А Это Еще один Пример Того Что Может Действовать По условной Вероятности Но По правилу Умножения Получается Чуть Больше Слов Но Не нужно Никакой Мистики Вот с Этими Формами Так Да Ну Наверное Я остановлюсь И тогда Скажу Следующее Что Собственно В чем Как Это Ну Надо Какой-то Итог Подводить И пафос И так Далее Должна ли В школе В основной Школе В старшей Школе Быть Вероятность В том или ином Виде Элементы Комбинаторики Дискретной Математики Про статистику Я вообще Не говорю Это отдельная вещь Двумя Руками За Да Такие Задачи Должны Быть Такие Задачи Нужен ли Отдельный Систематический Курс Вероятности В школе Ну Юридический Вопрос Бессмысленный Потому что Раз В стандарте Написано То мы Приказно Это делаем Но по Содержанию Я Двумя Руками Двумя Ногами Душевым Сердцем Против По разным Причинам По разным Причинам Я назову Не содержательной А чисто Формальной Причиной Первое Много Часов На это Не дадут И то Их Так сказать Не знаю Каким образом Отвоевали Но в итоге Сейчас этот курс По стандартам Это один час В неделю В течение Сколько Года Трех лет Ну Седьмой класс Восьмой класс Девятый класс Один час Вся практика Вся практика Школы За 50 За 60 Лет Я знаю Показывает Что Один урок По предмету В неделю Это деньги На ветер Ничего Реально Сделать нельзя Будь это Москва Ведение Или еще Что-то такое Но за один урок По предмету Нельзя сделать Если у вас Семиклассник В среду На третьем уроке Изучал Вероятность Со всякими Этими деталями После этого Среда кончилась Был четверг Была пятница Наступили выходные Он там побегал Попрыгал Потом Новая неделя Началась У него в понедельник Что-то такое Рухнуло И он в среду В следующий Приходит И на третьем уроке Опять вероятно А что То есть Может быть Это можно сделать Но тогда Должна быть Совершенно жесткая Вещь Что нужно делать На уроке Чтобы была Порция Годящаяся На 45 минут Это первое Обстоятельство Второе Обстоятельство Я стал Выписывать Словник Новых слов Новых терминов Которые Вот в этом курсе Появляются И падают На голову Учителей И детей Когда речь Когда перевалилась За 30 Мне как-то уже И не захотелось Это продолжать Тоже даже На номинативном Уровне названий На предмет Мы накидываем Такого жуткого Количества Слов Которые конечно Нам Получившим Образование Имеющим Свои точки зрения Конечно Они известны И так далее Все это замечательно Но детям Это полно А если еще В статистике В статистике Тоже своя терминология В статистике Есть Относительная Частота Есть Абсолютная Частота Есть Частота Наблюдения Результата Эмпирическая Частота Хотя Ну как говорится Частота Она Одна Она есть Есть только одна Она первая И последняя Насколько часто Появляется Процентная Частота То есть Еще разочек Я Вовсе не против Теории вероятности Статистики Как таковой Это важная вещь Более того Про статистику Я даже Подозреваю Что Ее правильное Изучение Намного важнее Чем Многие разделы Математики Потому что Это именно то Что в жизни Нужно будет Уметь обрабатывать Данные Заносить в таблицы Перебирать Выбирать И так далее Но это совершенно На отдельной епархии Вот А с вероятностью Столько много Столько много Подводных камней Вот уж я говорю Что называется Из своей собственной Практики Я хочу Столько Почти на каждом На каждом шагу Вот например Это Геометрическая вероятность Мы повторяем Один и тот же опыт Второе повторение Это какое По счету Испытание Второе Или третье Непонятно Про то Что Есть путаница Между Исходами Элементарными Событиями Ну я уже говорил Но это вещь Тоже очень деликатная Потому что Исходы Это исходы А элементарные события Это Ну в общем-то Имена исходов Мы имеем дело Исходов Мы каждый исход Как-то назвали Первый Второй Красный Синий Хороший Плохой Орел Решка И после этого Мы имеем дело С именами исходов Тогда у нас Уже возникает Множество Значков Ну Математик Конечно Скажет Ну что там Исход Это Икс А элементарные События Это Одноэлементное Множество Икс Но Рискнуть В школе Всерьез И надолго Объяснять Разницу Между двумя Понятиями Я бы Тоже не рискнул Так что Наивная Ручная Такая Прямая Работа С перебором С отбором С выбором С организацией И вероятностью Как итог Какого-то Ради Бога Двумя руками За Действительно Интересно Звучающие Задачи Действительно Может Не в реальности Практика Ориентированная Но хотя бы По звучанию Практика Ориентированная Но вот Такой Систематический Курс С мутными Многими Вещами Это По-моему Большая ошибка На этой Радостной Ноте Я Закончу Своё выступление Павел Павел Владимирович Да Вот вы Перечислили Некоторые Причины По которым Вы Двумя ногами С руками Против Систематического Курса Можно Как следствие Вывести Ещё Несколько Причин Но одна Из причин Учительский Коллектив Не готов К этому Конечно Говорить о вероятности Вот вы говорите О статистике Ну вот Есть замечательная Книга Там Парадоксы Теории Вероятности Их Хотя бы В этой книге Больше Трёхсот Парадоксов Которые Ну фантастические Просто Парадоксы И Волосы У кого ещё Есть волосы Встанут дыбом Да Да Вот А В статистике Парадоксов Ещё Больше То есть И статистику Если В школе Оставлять Вот вы говорите В школе Оставлять Вероятность Как я понял Комбинаторную Простую Комбинаторную Часть Оставлять Ну когда Можно Перебрать Варианты Ну в общем-то Да То есть Перебрать Посчитать Количество Всех Возможностей Выбрать Благоприятные Возможности И поделить Одно на другое Вот Вот это Оставить А все эти фокусы С независимостью Зависимостью Формулы Байоса Это вообще Кошмар Ну С зависимостью Независимостью Вот тут я бы Не то что не согласился Но внёс поправку Без Бернули Формула Вероятность Бессмысленна В Бернули Независимость Нужна Но речь идёт О независимых Повторениях Одного Этого Успытания Первое Повторение Второе Если у меня А в первом И Б во втором То вероятность Того что пройдёт А и после этого Б равна Произведению Так что В этом смысле Это можно Вообще В классическом Варианте Вывести Просто из Правила умножения Ну Вы же показали В табличке У меня К по строчкам М по столбцам Значит будет К на Н Поделить на М на Н Это можно Но В общем И что называется Я бы и рад был Вот тут Задали вопрос Что И Какое-то возмущение Поднялось Что Павел Владимирович Запудрил все мозги И стал говорить О какой-то Независимости Испытаний Приношу извинения И рад был бы Этого не делать Но не получается Так Павел 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 Сергеевич Павел Владимирович Павел Владимирович Павел Владимирович Это Вот Вы Ни разу Не употребили Термин Элементарные события Ну это Исходы И составное событие Ну в этом же Корень Дела Наверное Но я не услышал Чтобы вы Формулировали Это именно так Как это Формулируется Ну наверное В большинстве Учебников Вероятность Вероятность Совместного Появления Поставного События Вот Равно Вероятности Появления Одного Из них На условную Вероятность Второго При условии Что там Первое Произошло Это Всегда Мне было Понятно И вот Теперь Уже Непонятно Когда вас Послушал А ведь Это же Вроде Как Тривиально То есть Это Ну Просто Следует Из Прямоугольника Начертить Две Окружности Которые Имеют Общую Часть Вероятность Произведения Совместно Это Есть Общая Площадь Общей Части Деленная На Площадь Прямоугольника Ну Если Мы Умножим Разделим Там На Площадь Вот Одного Этого Круга То И получим Сразу Эту Формулу Никаких Проблем Собственно Так Сказать С этим Я вообще Никогда Не Видел Вот Ну Какие-то Тут Вы Навели Я так Честно Говоря Не Очень Понял Тут Какая-то Какая-то Независимость Экспериментов Ну Эксперимент Это Эксперимент Но Павел Слово Эксперимент Не Употреблял Ну Какая Разница Испытание Употребление Так Ну Во-первых Про элементарные События Я говорил И Вначале Я говорил Про элементарные События И сказал Что это При переходе К модели Вместо слова Исход Надо говорить Испытание И в формулировках Примеров И Которые У меня есть Статьи Это было Говорить Просто Случайные События Я тут Ну Не вижу Особого смысла Так сказать Повторять Одно и то же Ну Скажу я Что события Это Просто подножки Как Что от этого Изменится Независимость Или Независимость От этого Не изменится Еще Скажем Что Сказать Можно Спрошу А у меня Такой вопрос Можно ли Статистику Изучать Раньше Чем Вероятности У нас Вот сейчас Столкнулись С такой Ситуацией Что Два часа В неделю Идет Вероятность А потом Один раз В неделю Идет Статистика Вот возможно Такой Вот Чтобы дети Усвоили Не дети А студенты Сейчас Статистику Во первых Я сначала Сразу отвечу Нет Потом Я не понял О каких Двух часах Этого И один час Это У нас Ну Мы Есть Факультеты На которых Три часа Три часа Нет Факультеты Все понятно Вот Там есть Три часа Теорию вероятности Математическую Статистику И читают Два часа В неделю Вероятность И один час Ну Через неделю Значит Статистику Нет Ну тут Вопрос Терминологии Можно или нельзя Вы же говорили о том Что это есть Значит Это есть Вот Имеет ли это смысл Да Вот в этом вопросе По-моему нет Статистика Настолько важный Существенный И деликатный Предмет Особенно Если говорить О реальной Подготовке К реальной жизни Что путать Ее С Такой Ну да Мало часов Это 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 Бессмысленная Вещь Статистика Куда более Необъятна Нежели Теория вероятности В своих Началах Понятно Так что Ну и по-моему Еще на первом курсе Нельзя читать Теорию вероятности Статистику На первом курсе Во втором семестре По-моему Не знаю Я не буду сейчас Долго Долго Говорить Я использую Стандартный переход Что вот Советское время Было хорошо На втором курсе Конечно Спорное Спорное утверждение Но тем не менее Там сначала Была вероятность А после того Как эллипс рассеяни Там рисовали Значит Были Там эти Как Что-то я Разволновался Ну Устали Да Нет Терминологии Там специальные Там В дисперсии Там надо было Делить не на Н А на Н-1 Вот Вот такие вещи Да На Н-1 Оценка Смещенная Несмещенная Оценка И так далее И так далее Вот Это читалось Уже как Продолжение Курса Курса Вероятности Так можно Потому что Есть многочисленная Практика Нужно ли в таком Это виде делать Тоже не уверен Я думаю Что И в УЗИ Если он Не профильный УЗ А И в школе Тем более Нужно читать Более простую Статистику Та которая Как раз Ну Как это Сейчас говорят Нужна в окружающей Нас Действительности Понятно Потому что Там-то тоже Очень специфическая Терминология И В общем Там это все Довольно сложно Поняла Так что Мой ответ Нет По поводу Статистики Я припоминаю Классическую Шутку Да Что такое Статистика Да-да-да Что есть Вот ложь Есть наглая ложь А есть статистика Ну да Три вида Лучей Чего нужно доказать То и докажем Под любой Под любое Утверждение Можно Подтасовать Эту статистику Я с этим столкнулся Однажды Даже по-моему Валерий Семенович Тоже тогда Был в этой комиссии Когда мы готовили Некий доклад Не буду говорить Для кого Чтобы не позориться Чтобы его не позорить Да Вот И Нам предложили Какая вам статистика Нужна Я говорю Ну вот Нам нужна По такому-то вопросу Статистика А они спрашивают Нет Что она должна доказывать Какое утверждение Ну Какая будет статистика Мы Выведем то утверждение Что она дает Нет Вы заранее скажите Какое вам утверждение нужно А мы вам статистику дадим Вот это ровно то самое О чем я сказал вначале Что есть ложь Есть наглая ложь А есть статистика Это не вы сказали Игорь Николаевич Нет Это классическое выражение Я думаю Даже в интернете Его можно Можно увидеть Книжки какой-то есть Да Да Это классика То есть Действительно Вот правильно Статистика Уж очень неопределенная И можно повернуть Ее и так И сяк Ну понятно Это даже невероятность А это что хочешь То и докажем Вот По-моему По-моему Эта фраза Приписывается Черчиллю Ну только не наглая ложь А большая ложь 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 Большая ложь Статистика Да Какой вариант Помню Такой и сказал Да Но смысл именно в этом Что статистика Это как бы Если отнестись к ней По-житейски То это не наука А так сказать Что хочешь То и докажешь Вообще Вообще-то конечно Наука математическая Самая настоящая Она называется Математическая статистика Конечно Настоящая наука Там все Определение Четкие понятия И теоремы Правда Будет мнение Что вероятность Это не есть Раздел математики А это Гораздо больше Математическая статистика Некий философский Объект Согласен А это Даже Академия наук И Всех Представителей Школы вероятности Зачислили Прикладную Математику Они Математиков Их сделали Ну тут Фактически так Сама теория вероятности Это наука Конечно Это математика Но Когда мы ее применяем Вот тут уже философия Вступает в силу Вот Как раз Павел Владимирович Нам очень много Примеров привел Когда действительно Можно так повернуть Можно сяк повернуть И И Рассуждать по-разному И Постранство эти Разные строить И все Будет Разные модели Одного и того же события Так что Это действительно Зависит от того Кто ее Как применяет Это правда Ну вот Мне очень понравился Доклад Павел Владимирович Потому что Когда у нас есть Конечное число Ну Вероятностное пространство Из конечного числа Элементов Понятно что Можно Так Перераспределить Вероятности То Что независимые События Станут зависимыми И наоборот Это можно сделать Ну вот Те вычисления Которые предложил Павел Владимирович Приводят К выводу Что на самом деле Независимых событий Очень мало То есть Если пространство Вероятностное Большое Н большое В ваших обозначениях Я правильно понял Да Да То тогда Независимых Событий Будет Очень мало Сотой доли Ну При Росте Там вообще будет И сейчас Мало Вот Александр Владимирович Васильевич Сказать Ну У меня Пара реплика И один вопрос Но статистика Когда-то Называлась Политической Арифметикой В древние времена Этим Все сказано Вот Это во-первых Во-вторых В какой-то Исторической книге Я читал Что вот Да Теория вероятности Была игрушка Со всякими Азартными играми И так далее И так далее Но пошла Она в народ После того Как начали Страховать Суда От пожаров Суда Это дерево Парусина Пенька Смола И так далее Страхование Судов От пожаров И быть может В этом В этом Развитие Школьного курса Теории вероятности Могло бы Могло бы Идти В воспроизведение Вот тех вот Задач Которые сделали Теорию вероятности Популярны Это где-то У Ван дер Вардена Я прочитал Ну не в этом дело Это некая фантазия Теперь вопрос Вот Вы все рассказывали На основе Классической вероятности Нельзя ли было Тот же круг вопросов Ровно тот же Обсуждать В терминах Геометрической вероятности Было бы это полезно Было бы это бесполезно Вот Как бы вы это Я сам не знаю Ответа Александр Васильевич Отвечаю Когда у вас Н конечное число Н конечное число Количество Подмножеств Тривиальных Натериальных Всех И два степени Когда у вас Вместо Н Стоит бесконечное множество Например Счетное То у вас получается Континуум Подмножить А если у вас Исходы в континуум То получается Гиперконтинуум И оперировать С этим сложно А самое главное Не ясно Какую меру Подмножить Надо использовать Понятно Да Я мысль понимаю Но а нельзя ли Говорить просто О площади Как мы говорим О площади Многоугольников Треугольников И так далее О площадях Александр Васильевич Извините Павел Владимирович Вот Масса парадоксов Вероятностных Имеет геометрическую Подоплевку Сдаюсь Сдаюсь Я понял Поэтому Как только Мы здесь Будем Начнем говорить Тот же самый Парадокс Бертрана С той же Иглой Бифона И прочее Там мы Утонем Утонем Понятно И второе По поводу Страхования Судов Ведь Одним из Важнейших Аппаратов Которые Используют Актуарии А это как раз Люди Которые Занимаются Страхованием Оценкой рисков И прочее Это и есть Математика Поэтому Если мы Хотим ввести Школьный курс Еще и Актуарную Математику Ну это Как примеры Наверное Можно давать Но уже Я не говорю о том Что Вот вам Магистральный путь Я говорю вам Что Вон туда Куда-то далеко Идет Тропинка Может быть Мы пару шагов Туда сделаем Александр Васильевич Во-первых Спасибо За вопрос И Более того У меня была На этот счет Соображение Сформулировано Для себя Практически В тех же термин Ну хорошо Для конечного Вот так А вот С геометрическими Можешь сделать Что-нибудь Или нет Ответ Я попробовал И Там не получается Потому что Надо говорить О длине Множества Всех подножеств Ну понятно Да Понятно Или о площади Ну о мере О мере О мере Это вообще Это абстанция Которая ни к чему Хорошему не приведет К сожалению Не работает Вот Но я Вот что хочу сказать Что Все-таки Вернуться К основному Утверждение И про актуариев И про смолу И там Про Смещенные Смещенные Оценки Все это Замечательно Это можно Долго Довольно Говорить Но Если Говорить О реальности Преподавания Математики В основной Школе 7.9 Про старшего Сейчас Положим 7.9 То Ну по-моему Стандарт Перетянут Вот и все Вот и все Статистика Там зря Стоит Вот Сейчас Сейчас Это Есть Следствие Аксиоматики Которую Авторы Этого Учебника Приняли В свое Время Подозреваю Что Эта Аксиоматика Есть Точка Зрения Одного Единственного Человека Юрий Николаевич Тюрин Вот Замечательный Там Математик И ничего Но Понятно Что У него Так Свой Может быть И неплохой Но Довольно В общем Персональный Взгляд На вещи Там Есть Две Аксиомы Одна Аксиома Статистика Формирует Правильные Вероятностные Представления Вторая Аксиома Комбинаторика Не нужна Потому Что Это Манипулирование Формулами Которые Только Путают Идеи Не Согласен С Обоими Утверждениями Аксиомы Аксиомы Может быть Я Непрофессиональный Человек И Плохо Знаю Но То Что Написано В учебнике Если Возьмете У нас Сейчас Статистика В седьмом Классе В восьмом В девятом Пошла Вероятность Покажите Мне Хотя бы Одну Из Школьных Задач По Статистике Которая Хоть Как-то Помогает Решить Хотя бы Одну Задачу По Вероятности Не Знаю Так Второе Если Протестовать Против Формул Согласен Если Туда Сваливать Формулы В кучку Там Все Ашки Все Цешки Все С повторением Без повторений То это Гроб Но Надо Просто Меру Знать И Под комбинаторией Понимать Не Манипулирование Формулами А Прямой Наивный Перебор Выписывание Отбор И так далее Вот и все Максимум Беном Ньютона Ну Потом Тут ситуация Тоже Надо Расставить По Любой Хорошей Комбинаторной Задаче Можно Заставить Кучу Вероятностных Задач Обратное Неверное Мне повезло В том смысле Что я никогда Не преподавал Теорию вероятности Я преподавал Я преподавал И не раз Ну В ВУЗе В смысле В первых институтах И я знаю Что Как это называется Формула Байса Это край Выше которого 60% Служителей Не поднимется Никогда Я хорошо Помню Что когда Я там Про функции Распределения Что-то такое Читал И мне на экзамене Отвечала Девочка Хорошая Научилась на 4 Как профессионала Значит Правильно я понял вас Что Элементы Вероятности В школе Преподают В 7 8 9 Класс Ну Я уточню По стандартам У нас В 7 Классе Статистика Которая Якобы Формирует Правильные Вероятности Представления В конце 7 Класса У нас Есть Наивное Знакомство С вероятностью И элементы Теориографии В 8 Классе У нас Вот это Вся Америк Люндия В 9 Там Добираются До Бернули А В 10 11 Без Статистики Вероятности Без Нет По статистике Все В 7 Классе Кончили Дальше Нет А вероятность В 10 11 Есть Или нет Есть Нет Ну там Понятный Путь Там нужно В каком-то Виде Доползти До закона Больших Чисел Потому что Если про закон Больших Чисел Не говорить Ни слова То тогда Отчего Мы Затеяли Сырбор Потому что Весь смысл Как раз Хоть как-то Объяснить Почувствовать В форме Бернули Еще что-нибудь Такое Ну уж Я про Неранцева Чебушева Не буду Говорить Но Хотя бы Описательно Так что В старшей Школе Надо в каком-то Виде Доползти До закона Больших Чисел Павел Владимирович Вот Коллеги Вот То что Можно я Немножко Спрошу Если вы Позволите То что Мне казалось Совершенно Ясным Вдруг Здесь У Павел У меня есть предложение Такое Сейчас все-таки Восемнадцать сорок И сейчас Пока мы там С примером Будет Потом Пример Сходу Отвечать Ну я бы Нет Это элементарный Пример Это не то Что там Сложно Это элементарный Пример Прямоугольник Два круга Площади Тут Да нет Подождите Вы же уже Про это говорили У меня есть Предложение Вы поняли Я В следующий раз Давайте так Адрес электронный Ведь есть Отправьте ему Этот пример Вот Насчет Насчет Условной Вероятности Вот На самом деле Некоторый Промежуточный И вполне Разумный Рабочий Вариант После которого Можно говорить Про условную Вероятность Как отношение Вероятность Произведения Это такое Что условная Вероятность Это Н От АБ Поделить На НБ То есть Количество Исходов Благоприятствующих АБ Поделить На Прямо Это хотя бы Определение Конечно Нужно нарисовать Два прямоугольника Там нарисовать Красные точки Синие точки И сказать Что Условная Вероятность Это доля Синих точек Внутри Красных Да Ну Конечно Так А как Еще Ну и какие Проблемы Ну вот Владимирович Обозначил Проблемы Нет Так Дело Не в этом То что я Рассказал Например В ОМК Александр Маркович Издательство Союз Так и Написано Буквально Понимаете Слова Условной Вероятностью События Б При условии События А Называется Вероятность Того Что наступит Б При условии А Но это Можно повторять Бесконечно Это же одно и то же Масло Масля Ну дело В том Что Теория Множества Она Там Сидит И Естественно От нее Причем Теория Давайте Давайте Не будем Интриговать Причем Я понимаю Что есть Эксиомы Точки Прямые Неизвестно Что такое Точка И так Далее Но Условная Вероятность Надо Дать Определение По которому Можно Работать И все Но Другое Дело Методика Как Преподнести Это Студентам Или Школьникам Это дело Другое У нас У нас Семинар Мы это И обсуждаем Еще раз Хочу сказать Что Для меня Для самого Различия Между Независимостью Событий И независимостью И испытаний Явилось В свое время Большим Шоком Я Как Вот сейчас Многие Стали говорить Не понимал А в чем Собственно Паника Независимость Она и есть Независимость Паника Очень Проста Независимость Событий Происходит На оси Х Там А и Б Лежат На Х Это Независимость Событий А независимость Испытаний Это Две оси И Получается Прямоугольник Я не понимаю Об независимости Испытаний Нет речи Нет речи Вообще И Не надо Об этом Говорить Это Вы Откуда Хорошо Я отвечу Грубее Это Ваша Точка Зрения Вы можете Ее Придернуться Я так Не считаю Откуда Это Берет Независимость Эксперимент Испытание Мы Мы Говорим Много Раз Одно И то же Есть Испытание Бернули И повторение Они Не просто Испытание А это Независимое Повторение Одного И того же испытания Так Или Нет Одинаково Что Что Такое Независимое Повторение Давайте Мы Не будем Повторять Ответ Я Дам Ответ Я 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 Испытание Не Зависит От Второго Если Вероятность Того Что В первом Произойдет Событие А А во втором Произойдет Событие Б Равна Произведению Вероятности А В первом И Б Во втором Упирается В условия Да и все Условия Должны быть Одни и Те же Это уже Гарантирует Того Что Ну Сколько Можно Говорить Вы четвертый Или пятый Раз Говорите Что Условия Одни и Всегда Независимо От того Устала У него Рука Или нет Идет Ветер Или нет Про одинаковость Условия Давайте Вообще Не будем Я про это Несколько Поговорил В этом И есть Смысл Для чего Это вводится Это в этом И есть Смысл Условия Не меняются А все Остальное Уже Выдумки Начинаются Давайте Мы поступим Давайте Мы поступим Таким Образом Вот Вы Как это Называется Если Если Так Заинтересовало За Дело То Вы все Подумайте И сформулируйте Определение Независимости Двух Испытаний Бернули Вернее Двух Повторений Одного И того Испытания Которое Можно Было Было Сказать В школе Как Определение Нет Тут Однозначно Просто Я Сказал Условия Системы Условий Вот Этих Они Не Изменяются Вот И все Рука Вот Там Правильно Говорят Рука Не Устает Сколько Бо Он Не Производил Сотню Выставок Рука У него Одна И Та же Предполагаю Что Условия Эксперимента Не Меняются Эксперименты Я Предлагаю Поступить Простым Образом Мой Адрес Можно Дать Я Могу Переслать И Вы Мне Если Это Ненахально Звучит Не Затруднит Вас Напишите Испытания При одних И тех Же Условиях Повторяется Два Раза В чем Состоит Независимость Повторения Такая Не может Быть Это Вы Начинаете Переносить На эксперимент Те Понятия Которые Действуют Только На События Нет Но Мы Опять Мы пришли К этому Бернули Независимые Повторения Или нет Мы должны Сказать Что такое Независимые Надо Говорить О том Что В Бернули Эксперименты Проводятся При Одних И тех Же Условиях Все Извините Я Больше Не могу Говорить Потому что Если у нас Два раза Успех То почему Вероятность П квадрат А не П У меня Есть Предложение Мы Идем По уже Пятому Кругу И Жонглируя Терминами Причем Жонглируем Разными Терминами И вместо Одного Термина Используем Другой Поэтому Мое предложение Действительно Вот раз Возникла Такая Дискуссия То вы Свяжитесь Непосредственно С Павел С Павел Владимировичем Вы Свои Адрес Ретоны Данил Владимирович Я не очень Понял Я должен Дать вам Разрешение Или вы Сможете Сами Сказать Ну Просто Тут Все время Идет Такая Дискуссия Я узурпировал Власти Даю вам Руководителю Права Значит У меня Три Реплики Одна Касающаяся Вот Как бы Самой Терминологии Мне кажется Что Павел Владимирович Делает Это Очень Правильно Вот И Я Это Поддержал Бы Но Предложил Бы Немножечко Другой Разворот Он Связан Не С Редукцией К Определению А С Анализом И Декомпозиции Событий То есть Мы У нас Есть Задача Мы Что-то Там Бросаем Или Выбираем Да И Для Того Чтобы Что-то Понять Мы Можем Разложить Это Испытание На два Независимых То есть Выбор Мальчиков Девочек Яблок Груш Неважно Мы Можем Разложить На два Независимых Тогда Задача Упрощается И Сводится К Работе С каждым Из них И Вычислению Произведений Это Самый Простой Вариант Более Сложный Вариант Когда Испытание Не Раскладывается На два Независимых Тогда Приходится Обсуждать Вот Эту Это Понятие Которое На самом Деле Достаточно Нетривиальное Действительно Вот Это Как бы Точка Которой Смысл Прийти И дальше Которой Ити Ну Если Мы Там Матклассе То Можно Поиграться И попытаться Это А если Это Обычные Школьники Ну Надо Сказать Что Там Дальше Есть Коя Какая Математика Ну Вот Элементарные Вещи Вы Пощупали А Сложные Идите К математикам С ним Реплика Это Первая Реплика Вторая Реплика Состоит В том Что Конечно Преподавание Теории Вероятности В школе Это Как бы Проблему Которой Уже По-моему Больше 150 лет И Ее Вводят Выводят Вводят Выводят Вводят Потому Что Это Нужно Выводят Потому Что Это Это Как бы Ну Просто Как бы Алиса В стране Чудес И Значит Безумное Чаепитие Которое Никак Не Укончилось Разрешение Этой Проблем Ну Лично Я Вижу В том Что Здесь Требуется Не Введение Математических Формулировок А Здесь Требуется Освоение Представлений Которые Являются Контринтуитивными Потому Что Вот Само Понятие Вероятности Для того Чтобы Объяснить Что Эта Штука Проявляет Себя На Бесконечном Количестве Испытаний Поймите Что Это Контринтуитивная Веча Ее Можно Понять Ее Можно Понять Школьнику Но Это Надо Выстроить Методику С помощью Которой Мы Можем Его К этому Привести Для Этого Надо Просто Взять Монетки Бросать Кубики Бросать Разбираться Что Получается Почему Орел Решка У монетки Равноправные Мы Бросаем 500 Раз Они Кладутся Не 500 На 500 250 На 250 А Ну Да Извините Он Мел Веду Тысячу Раз Бросаем Вот Как бы Вот Это Я думаю Что В принципе Это Можно Понять Только Через Какую-то Экспериментальную Работу Которую Можно Делать С Классом Потому Что Да Можно Это Это Как Раз Вопрос Независимости Именно Испытания То То ли Это Один Вася Будет Бросать Тысячу Раз То ли Это 25 Учеников Каждый Бросит По 20 А потом Все Тысячу Учеников Каждый Бросит По Одному Раз Ну В Классе Тысяча Учеников Это Только В Школе Вот Монетка Одна Или У каждого Своя Монетка У каждого Своя Симметричная Они Одинаковые Они Напечатаны На Одном И том Жестанке Понятно Значит С вероятностью Связаны Совершенно Нетривиальные Процедуры Идеализации И Введения Знаковых Средств Да И Как бы Вот Это Другая Другая Сторона Этой Второй Моей Реплики Состоит В том Что На самом Деле Ситуация С теорией Вероятности Выявляет У нас В школе Проблемы Которые Там Есть Уже Давно Потому Что Идеализация И И Использование Знаковых Средств Этим Пронизана Вся Математика Но Именно Этим Процедурам В методике Никакого Внимания Не уделяется Поэтому Дети Оперируют С числами С Геометрическими Объектами Как Свещали Вот Как бы Вот Есть Квадратные Уравнения Вот С ним Надо Такое Что-то Сделать То Что Это Знаковое Средство То Что Это Мыслительное Средство Об этом В школе Речи Нет И Теория Вероятности Просто на теорию Вероятности Это Такая Усугубленная Ситуация На которой Все это Становится Очевидно То В школе Этим вещам Не уделяется Внимания А это Суть Математики Вот И Третья Реплика Уже Совсем Так сказать Верхнего Уровня В общем Нам надо Сказать Что У нас Нет Оснований Позволяющих Принимать Решения О том Что Водить Что Водить Вот Это Ну То есть Какие-то Курсы Сложились Сами Собой Какие-то Вот Так Сказать Живут Мы Их Как-то Модифицируем И смотрим Что получится Но Основания Зачем Это Так Устроено Мы утратим Хотя Судя По всему Они Были Алексей Владиславович А может Вопрос Вам Да А вот Такая Ситуация У нас Нет Оснований Нет Полномочий Говорить Водить Вероятность Школу Или не Водить Если Как То За Какую Руку За Какое Ухо Ее Водить А что Делать В ситуации О которой Сейчас Говорил Павел Владимирович Когда Задачи Включенные Вашу Любимую ЕГЭ ЕГЭ Я об этом Говорил Алексей Львович Комментируются Авторами Учебника Который Сейчас Единственный Неправильно И дается Неправильное Решение Ответ Верное Решение Неверное Мы как Тогда К детям Относимся То есть Дети К Неправильно Вы Скажете Что Плюс К этому Еще Извините Добавлю Плюс К этому Еще И в самом ЕГЭ Задачи Формулируются Неправильно В самом ЕГЭ То есть Составители ЕГЭ Тоже не знают Теории Вероятности Получается Если вы Скажете Что Авторы Учебников Пишут Неправильные Решения Задач Только По теории Вероятности Я вам Не поверю Ну Там Все-таки Меньше В классических Областях Валги Валерий Семенович Вторая Сторона Второго Моего Тезиса Стоит То Что Теория Вероятности Просто Высвечивает Те пороки Которые У нас Есть Всюду Правильно Вы сказали Усугубляет Усугубляет Да Потому Что Более Сложный Материал Он Выявляет Все То Что У нас С пышным Цветом Цветет Поэтому Не только По теории Вероятности И по геометрии Пишем Бред И по алкебре Пишем Бред И по анализу Пишем Бред Ну Просто Тут Это Более Ярко Я почему На это Обратил Внимание Потому Что В наборе Задач Которые Эксплуатируются Для проверки Знаний Итоговых Знаний Ну Государственная Итоговая Тестация Больше Всего Недоразумений Именно В этих Задачах В остальных Уже там Ну там С точностью До редакции С точностью До написания Решений Вот здесь Вот есть Эффект Определенный Ну не то Чтобы новизны Но отсутствие Привычки Просто Как бы Во всех Таких Остальных Пластических Разделах Школьной Математики Уже Претерпелись К сленгам И Специфическим Значением Слов Которые Употребляются Да Ну просто Привыкли Люди Просто Привыкали Понимают Там Единицы А все остальные Просто Привыкали Ну то есть Как мартышки Повторяют Да Привыкают А вот К теории вероятности Еще не Привыкли Ну А если вы помните Когда ввели Анализ В школу То Ну то же самое Люди Несли Какой угодно Брек Потому что Не привыкли К словам Еще А теперь Привыкли Дорогие коллеги Вы знаете У меня Чуть-чуть Уже начинает Подгорать время Большое спасибо Алексей Волочарович Почти совсем Согласен Что вы сказали Ну там С точностью Доформулировок Но очень точно И очень правильно И так как Возникло Несколько раз Недоразумений С тем Что я имею ввиду Я попытаюсь Но только Пожалуйста Свою точку зрения Изложить Рассмотрим Клетчатый Прямоугольник В нем К Строк И Н Столбцов Возьмем Единичную Массу Или число Один Произвольно Разбросаем Ее По Столбцам От одного До н П1 П2 И так далее П2 Возьмем Еще раз Единичную Массу И разбросаем Или вероятность Разбросаем По строкам К1 И так далее К2 У нас получилась Клетчатая таблица В строках И в столбцах У нас что-то написано Вопрос Как нам заполнить Сами клетки Почему в клетке С номером ИЖ Должно стоять ПИ умножить на КЖ Не должно Кто это сказал Откуда это Ответ Это следует Из определения Независимости Испытаний Только после этого Все получается Вот моя точка зрения И насчет Бросания монеты Уже В плане Так сказать Ну не анекдота А мелкого Случа Из личной жизни Я в своей жизни Сотруничал С разными Учебными заведениями В частности Я на психологическом Факультете Городского Пединститута Читал курс Со страшным Названием Психодиагностика Каждый раз Когда я подходил К расписанию Я вздрагивал Просто В психодиагностику Был один семестр Матметоды Обработки данных Вот И значит Вечером Как-то В вечерниках Я читал этот курс И стал Им это обсуждать И вот этот вопрос Возник с бросанием Тысячи раз Монеты Я решил попробовать А вечерники Это психологи Они вообще люди Бойкие такие И в возрасте Многие Я сказал Вот возьмите Каждый по монете Нас там 20 человек Давайте Каждый бросит Там 5 раз Посмотрим Что получится Вот Все достали Стали бросать Но через некоторое время Все стали Дружно Хохотать То есть Разразился просто Гомерический ход Хохот Потому что Поздно ночью Поздно вечером Зимой Темень На пятом этаже Какого-то здания Сидит 20 чудиков Кидают Монеты Слышат Звон Монет Да Большой 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 Естественный опыт Машина бросала Там сколько-то Огромное количество Раз Машина Есть Все Пописано Это все Монеты Найдутся люди Которые Скажут Машины подстроены Ничего не подстроены Также Биология Значит Объясняет Почему мальчиков Рождается больше Чем девочек Может она это объясняет Хотя я бы сказал Что тут не объясняет Игорь Николаевич Нам Игорь Николаевич Нам Хотел Объяснить Вначале Если он не забыл Как понимается Условная вероятность Почему такие фокусы Происходят Объясни Не условные А независимые события Независимые события Да Вот Студентка Придумала Такое объяснение Значит Ну Условную вероятность Мы уже знаем Так Событие А При условии Б Это мы уже Допустим Знаем А вот теперь Что означает Что А и Б Независимы Отвечаю Значит Вероятность Вероятность события А Не зависит от того Произошло событие Б Или не произошло Вот Это значит Что вероятность события А При условии Б Такая же Как вероятность события А При условии не Б Вот И вот отсюда следует Что тогда она равна Вероятность события А Вообще В целом Ну это просто как доля Доля элементов А в Б и доля элементов элементов А в не Б она такая же, как просто доля элементов А во все и в Б плюс не Б. Понятно. Вот это вот и объясняет. А тогда понятно, почему произведение. Вот и все. Нам это объясняли в курсе вероятности. На третьем, на втором курсе вероятности нам объясняли это. Ну вот это объяснение, кстати, оно достаточно прозрачным делает с дамой. Оно объясняет, почему если выпала дама, то вероятность там без дамы Бубея одна. А если выпала не дама, то там Бубея уже точно не выпадет. Ситуация изменяется. Вот оно и объясняет, что зависимые получают события. Ну то есть вот именно переход к не Б вот он существенный здесь. Вероятность события А при условии Б такая же, как при условии не Б. То есть она значит не зависит от того, произошло Б или нет. Вот очень красивое объяснение. И тем самым дальше уже выводится оттуда, что вероятность А, Б это произведение П от А на П от Б. Вот и все. Ну, по-моему, тут царского пути нет, потому что а как считать П от А, Б и П от не Б? То есть на уровне объяснения формирования представления согласен, это замечательный выход. Большое спасибо. То есть мы берем пересечение А с Б и доля этого пересечения по отношению к Б такая же, как доля А по отношению ко всему. Вот это оно и есть. Значит, мы знаем правильный подход к тому, что такое условная вероятность. Это доля Да, да. Условную вероятность мы в это время понимаем. Все, тогда да. Да, да. Но все равно красивое объяснение, оно именно объясняет с чего вдруг независимость это произведение вот этих вероятностей. Какая связь между ними? Ответ вот такая. Причем очень здорово. Нет, ну я помню, что именно так нам растолковывал Синай, который читал нам лекции. Но эта девочка сама придумала это. Я просто знаю это. Вряд ли это придумано, потому что это давно. Нет, она именно тогда не было еще интернета. Это было в прошлом веке. Вот. И она просто сама это придумала. И я такой кайф словил от того, что помню, она прямо объяснила, что оказывается восходит это правило не просто потому, что кому-то захотелось назвать это независимость, а потому, что по существу это и есть независимость. Там так и есть. Еще скажу такое вот свое мнение уже, заключение скажу, что дело вот в чем, по-моему, Павел Владимирович тут вот что смешивает. Независимость испытания или эксперимента состоит в том, что совокупность условий, а эксперимент это совокупность условий, ничего другого вы не дадите определения. Одни и те же. а независимость этих событий это вероятность того, что одно событие не зависит его вероятность от того, произошло другое событие или не произошло. Это совершенно разные вещи. Хотя слова, вы берете слова те, которые в учебнике пишут, там производятся испытания Бернули, там тоже учитывается независимость слово употребляется. Но эти слова хоть и одинаково звучат по-русски, но смысл их совершенно разный. Понятно. Значит, я не буду сейчас спорить, вы прислали текст, мы видим, но я повторю, что если у вас есть распределение единицы по строкам и другое распределение по столбцам, ниоткуда не следует, как должна быть заполнена таблица. А то, к чему мы привыкли, это следствие независимости. Вот и все. Да, конечно. Правильно. Все, наверное. Независимость эксперимента. Константин Андреевич, вашу дискуссию с Павлом Владимировичем мы уже слышали. Не надо это событие повторять много раз. Мы понимаем, что как бы это испытание не является независимым. Это зависимое повторение. Хорошо. Алексей Владимирович, я очень извиняюсь, но я прошу меня отпустить. Да мы все друг друга отпустим, конечно. Большое спасибо. Очень и актуальный вопрос, и очень интересное обсуждение было, которое вы сгенерировали. И, в общем, есть над чем подумать. Спасибо всем. Спасибо большое. Когда выйдет статья, пришлите, пожалуйста, PDF-ной статьи. Очень интересно. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин